Распространение газеты это, пожалуй, одна из самых таких глобальных проблем, головных болей для руководителя школьного пресс-центра. Как же сделать так, чтобы газету читали, чтобы её ждали, чтобы было много просмотров? Иногда ступор возникает на таком моменте. В школе нет принтера, нет бумаги, нет краски. И распространить газету на всех не получается. И поэтому висит где-то один экземплярчик, такой вот одинокий голубь на карнизе за окном, одинокий рейнджер, одинокий бродяга любви Казанова. Всё вот это вот не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Конечно, если газета существует в одном единственном экземпляре, то ждать, что её все будут читать сложно. Ну, как это возможно вообще технически, чтобы вся школа читала один экземпляр, который висит где-то на стеночке возле столовой? Но, если нет бюджета для того, чтобы распространять печатную версию газеты, то это не значит, что нужно отчаиваться и просто ставить крест. Газету можно выпускать в электронном виде и размещать её на сайте школы. Плюсом этого является то, что вы можете отслеживать количество просмотров, то есть примерно понимать, какое количество людей вас читает. По поводу того, как размещать газету на сайте, вы договариваетесь с администрацией, и здесь уже зависит от того, как директор относится к политике конфиденциальности. Например, в одной школе, где я работала, газета была доступна для всех желающих, для тех, кто заходил на сайт. А в другой школе просматривать её могли только зарегистрированные пользователи, обязательно у которых есть логин и пароль. То есть это не какие-то любые люди, а только те, которые связаны с образовательным учреждением. Это родители школьников, родители учащихся, учителя, педагоги. То есть вот такой вот сложный был путь. Но, тем не менее, газета, если существует в электронном виде, в качестве ПДФ-документа, его можно просматривать, пролистывать, то шансов, что читателей будет больше, больше. Потому что у многих людей есть гаджеты, и они могут зайти посмотреть, для них это гораздо проще. И комфортнее, чем толпиться возле вот этой вот одной-единственной газетёнки. Что ещё можно придумать? Для того, чтобы газету захотелось читать, нужно создать ажиотаж. Например, мы пришли к такой фишке, к такому пути, к такой идее, Когда выходит газета, юнкоровцы становятся промоутерами и раздают всем, всем, кого видят в школе, такие маленькие распечатанные бумажечки, на которых QR-код с ссылкой на ПДФ-документ. Но, чтобы это не было похоже на тех промоутеров, которые раздают бумажки, их тут же выкидывают на улице, мы придумываем различные акции. Какие-то конкурсы, какие-то... Какие-то... Ну, в общем, штуки. Это должно быть связано с темой номера. Для того, чтобы привлечь потенциальных читателей, и им захотелось заглянуть, что же там такое. А можем размещать на страницах издания какие-то конкурсы, задания квестовые. И когда мы анонсируем новый выпуск, то предупреждаем, что первые 10 читателей, которые быстрее найдут какую-то подсказку, что-то такое, получат там какой-нибудь приз, или мы про вас напечатаем. Ну, то есть можно придумывать различные варианты. Плюсом ко всему, для вот этого дня, когда мы освещаем новый выпуск, мы приглашаем к сотрудничеству волонтеров школы. И вообще таких вот активистов какие-то. Ребята, которые умеют привлекать внимание, умеют создавать ажиотаж, умеют располагать к себе, убеждать. Просим других кружковцев присоединиться. Это могут быть ребята из танцевального кружка. Они проводят какой-то флешмок на большой перемене танцевальной. Либо это театралы. Они разыгрывают какие-то сценки. И, конечно же, ребята, которые умеют хорошо рисовать, они оформляют фотозоны, где тоже выдают вот эти вот QR-коды. Это может быть импровизированная обложка выпуска. То есть человек подходит, и якобы вот он на обложке нашего номера сфотографировался. И так далее. То есть день, когда выпускается газета, он превращается в праздник. Такой вот яркий, интересный, со множеством каких-то активностей. И школьникам хочется быть сопричастными к этому всему процессу. Поэтому и вовлеченность повышена. Вот в первые дни, когда газета издается, самое большое количество просмотров. Как раз за счет вот таких активностей. Что еще можно делать для того, чтобы газета распространяла, чтобы ее читали? Можно использовать соцсети. Даже нужно. Вы создаете самый простой, банальный и легкий вариант. Это группа ВКонтакте. Туда же, в раздел документов, вы можете PDF-версии вашей газеты закидывать. И люди тоже будут их читать, просматривать. И вы можете анонсировать какие-то статьи из будущего выпуска или уже из того, который есть в ленте новостной. Какую-то фотографию выбираете интересную и задаете хитрый вопрос. Либо вы дергиваете какую-то цитату, которая действительно шокирует. И ниже ссылочка, чтобы человек мог перейти. А не перейти он не может, потому что вы его заинтриговали. Вы не оставили ему других шансов. И он обязательно будет заходить и читать. И количество просмотров тем самым будет увеличиваться постоянно. Плюс еще нужно не забывать о связи с читателями. У них должно сложиться впечатление, что они непосредственно участники этого процесса. Они влияют на то, как будет выглядеть следующий выпуск. Поэтому устраивайте в этой социальной сети, в этой группе вашей постоянно какие-то опросы, акции, конкурсы. И призывайте их быть активными. Призы зависят от вашего бюджета. Иногда это может быть что-то нематериальное. Например, статья об этом человеке. Или какой-нибудь забавный фотоконкурс. Или что-то такое. То есть что-то, что привлечет молодого человека. Нужно подумать, что бы вы такого могли сделать, чтобы человеку захотелось поучаствовать. И вот этот вот приз его мотивировал. Действительно, школьникам нравится быть в центре внимания. И когда о ком-то выходит статья, газета, они с удовольствием это читают. Показывать своим одноклассникам, родителям, вообще всем своим знакомым. Это нужно учитывать, иметь в виду и пользоваться этим.